Отащавший в прошлые годы от денежного авитаминоза краевой бюджет в 2020-м стал неузнаваем. Теперь вчерашний дистрофик, господин Солидный, набрал веси и пополнял сразу на 15 миллиардов рублей. Секрет королевской фигуры прост – федеральные дотации и увеличение собственных доходов. Но станет ли Забайкалье здоровее от набранных миллиардов? Мнение депутатов законодательного собрания сегодня на пленарном заседании вновь разделились. Во-первых, этот бюджет, как и, впрочем, предыдущий, он социально направленный. На порядка 60% уходит на социалку расходов. Второе, это то, что он в корне отличается, прямо скажем, от бюджета первоначальной редакции 2019 года, где доходная часть была порядка 50 миллиардов. И мы не можем себе позволить поставить подножку, так сказать, на трамплине нашему краю в этом отношении. Социальной направленности у этого бюджета нет. Как у нас была проблема с обеспечением бюджетных организаций топливом, электроэнергией, финансированием, так она и осталась. Как у нас была проблема с заработной платой учителей, врачей, так она и осталась. Краевой Минфин пошел в контратаку. Как это социально не ориентирован, если в проекте бюджета на 2020 год впервые предусмотрены деньги на покупку жилья учителям в сельской местности? Впервые увеличены расходы на приобретение квартир для молодых семей. Если раньше из краевой казны на это выделялось 10-15 миллионов, то в 2020 целых 250. Однако некоторые парламентарии все равно остались недовольны бюджетом на 2020 год. Ведь есть проблема поважнее – грязный воздух. Вот и мы также оцениваем, что этот национальный проект, особенно в части Читы, находится сегодня на критическом уровне и движется на срыв. Прежде чем вот эти чистые воздухы, троллейбусы пустить в КАСТАК и КСК, вы же понимаете, там должны проработаны проектно-сметные документации. Вот на это деньги-то выделены. Поэтому дела идут. Но то, что сразу сделает проект, это, наверное, преждевременно. Несмотря на прения сторон, проект бюджета на 2020 год в первом чтении законодатели приняли. Аргументы фракции КПРФ остались в явном меньшинстве.